всем большой большой привет ты сумму на фелье после исчезновения годовалого а может даже и больше честно говоря если то некоторые свои причины во первая причина что вы не замечали что сейчас как-то все быстрее бежит время намного быстрее намного стремительнее чем раньше и это прям не связаны с возрастом и реальный физический процесс ощутимый заметный и всеми кажется вот завтра-завтра завтра-завтра и так незаметно пробегает месяц еще месяц потом отпуска потом детские каникулы летние детей дома тут уезжает унижает потом еще каникулы еще чем короче вот раз за разом и ты не рисуешь и к тому же есть еще такой момент то есть не не рисуешь а не записываешь видео к тому же есть еще такой момент прошлое видео записывал там один комментатор написал я у вас типа там звук плохой докупите вы себе типа профессиональный микрофон я такой думаю ну ладно чё а ведь и правда надо жить и потому что был хороший нормальный звук вот глянул этот микрофон который хотя бы вот такой там sony там что-то какое-то посмотрел стоимость его 10 тысяч рублей не то что я не могу его купить но как бы для бесплатных видео которые я вот выкладываю в режиме трендежа с которых я не зарабатываю ни копейки как бы писта пишу так по фану для люди просят сейчас сначала писал типа там что-то объяснить и какие-то знаете были моменты же рассказывал что не спрашивали как сделать то ли иное но я думаю чтобы чем-то много описать лучше я запишу а потом не понравился формат именно такого трендежа вот как бы за жизнь хотим и хотелось выговориться потому что время рисования вот и кого-то люди поразили дут и продолжать трендить и поинтересно слушаем вот и но тоже чисто так вот по приколу сказать вот для подписчиков там те кто подписался и кому кто кто за этим следит и кто это просит говорить подавайте по еще но я нас этого ничего не имею и просто 10 тысяч вкладывать я занимаюсь тайским боксом ну то есть вверх 10 тысяч это видеокарта хорошая дорогая 10 тысяч это парочка хороших жестких дисков 10 тысяч это для тайского бокса два комплекта шортов и две пары то есть перчаток в шикарных кожаных йо као это в десятку я уложусь здесь и закажу прямо с около в десятку будет две пары перчаток там любых там самурай ронин серии серии винтаж скажем и две пары две двое шорт карбоновых шикарных там красивых блин то есть не менее есть куда их применить ребята ну то есть в плане что я такой думаю а там кто пишет да типа за такое дело а уже пишите потому что было бы и задонатить смотрю люди надо пишут типа там типа дать задонатить там на кофе там кинуть на парню на чащу кофе там подогреть типа там канал тоже нашел этот донат зарегистрировался под видео значит дал ссылочку и написал цель сбора на микрофон профессиональный 0 копеек вот как бы ну и понимать не то что как бы из-за этого но мотивирующую такую скажем роль типа а вам не нравится и типа никому не нравится как у меня звук я я его не могу сделать чище а я микрофона пока купить не могу но вот как будет сегодня вот этой волне и долго не записывал ничего не то что там типа там обиделся что еще ни в коем случае конечно же нет вопроса типа знаете так бывает и потом а ну типа хотя с другой стороны я думаю чину и чё те кто постоянно меня слушать они как бы не не предъявляли ничего за звук у меня нету хорошего скажем так оператора который мог бы это все делать чистить приводить там за бесплатно монтажировать и вычищать звук вот как бы там сони вегасе или где там еще полагаю вот это можно сделать вырезал дорожку очищал ее от шумов потом обратно и пришивал ну короче тут весь бред ну не бред а вот такие дела которые делают все нормальные те кто зарабатывает на своих каналах блогеры у меня это ж не так у меня же это просто посиделки за спиной иллюстратора посмотреть что он рисует так что вот такая была история поэтому как меня долго не было что я сейчас делаю вот как раз таки и что мне опять таки смотивировал я написал очень горячее такое письмо сказал суши но не пропадать по интересно то вот ну я и подумал значит и задалось что профессиональные вопросы как он получается так что художник рисует например проектом книгу комикс какой-то еще такой досрочный большой проект где одни и те же персонажи и он их рисует скажем так одинаковыми и как это достигается но первое мое мнение и по опыту скажу во первых если во первых это сложно все знают что меняется настроение меняется рука вообще состояние того состояние вот дарской так таланта состояние рисовабельности у человека но на самом деле такая вот так сказать вот скажем в человеке сеток на рису да и наружу объяснял это не знаю вот человек не помню уже читаю по видео но сейчас повторюсь вот человек а вот скажем его талант вот так то есть умение рисовать состояние да так вот время от времени зависимости от настроения от многих там факторов вот так все происходит и ты вот так вот качаешься то есть то есть ты где-то нету центра дальше уже но ну вот получается ты уже вот такие макаром то есть совпадаешь не совпадаешь в но так нащупываешь получается но как вот как бы как вот так в идеале ты стоишь когда ты прям рисуешь у тебя сейчас подруг вылетает все красиво все офигенская вот так вот тебе хреново так бы бывает вообще вот так вот ты рисуешь полдня чтоб себя загнать вот вот такое состояние полдня рисуешь всякую хрень всякую чушь у тебя получатся люди похожи на собак собаки похожие на рыб рыбы похожи на птиц потом ты прерисовываешься бенч входишь рабочие рабочее состояние вот такое или есть такое даже прием некоторые художники для разгона приходят как тут там бы часто работают по работе сидят и едет даже так дома сами кто работает дома сначала делаешь какие-то скетчи для разгона рисуночки для разгона рисуешь чтобы разогнать себя в рисовании и потом понеслась у меня я в этом плане сложнее потому что я могу зарисоваться в одну тему потерять вкус к тому что рисую по работе можно могу начать рисовать по кайфу что-то совершенно не рабочие а потом могу настроиться на этом рисую каких-нибудь там тайских боксеров комико в комиксом стиле на майку суп их поставить потом где-то все применить а потом уже рисовать бабу ягу и детских зайчиков в настроении том же не так и но поэтому я беру часть работы и с работы какого-то персонажа такого в общем то обрисовываюсь вот если вот я не сразу такой а это бывает прямо такой со свежих сил прямо такой этаж светишься и даже бываешь вот эта штука у тебя даже вот такая вот ты больше такое желание рисовать умение это как когда ты проводишь линию а она падла сразу на место ложится ты прямо с одного рисунка джинка и все везде попадаешь и все четкие прям с одного захода рисуешь рисунок даже практически без скичей я даже бывает так уж таком ощущение иногда вот много работы там дизуал рисую что еще и читаю задание там кто-то то 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 этот мальчик делают это девочки делать сюда нарисовать того которыйического как бы такое состояние что да подожди тоже нужно нарисовать и встаю вот так вот в центре программы да и просто беру сразу это выставляю что процентную заливку стопроцентную плотность кисти беру кисти контур и начинаем там ту 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 сразу рисовать мальчика сразу рисовать девочку сразу и закрашивать без скетча а иногда чтобы попасть вот в это дело нужно при скетчеваться вот пока скетчу и шину скетч рисуешь наброски она вот это все и ты уже как бы пошел рисовать когда контур ты уже в центре и потом пошел красить и уже подходят рисунка ты уже заряженный готовый у тебя все вот в таком состоянии то есть от чего хочу сказать что умение рисовать она на самом деле это не какая-то не совсем это то что дано принципе от природы но она все равно такое знаете расплывчатое что-то какое-то состояние это как вот спортзале ты идешь до спортзала такой весь вроде как собрана но все побаливает думаешь сегодня не буду бить ногами сегодня не буду сильно бить руками немножко постой на мешочке поработаю там комбинации приходишь и со всеми там по хорошам там посмеялись по это самое размялись а понеслась разминка разогнались и понесла душеврой даже спарринги уже дубасишь друг друга от души как говорится а потом приходишь домой опять как старикашка там тут не гнется тут после бани уже там тут не работает там уже что-то заскрипела а в спортзале был вот именно в боевой форме так вот для того чтобы это все дело себя значит вогнать нужно брать персонажа делаешь его какой-то значит скажем так почему черного не черновой но для начала себе вот ты и свой садишься рисуешь разрабатываешь персонажа проводит какой-то усредненной это мне близко стал закачивайте по на что ориентироваться я как бы от него и уже и ориентируюсь что типа добрая баба яга будет там в комиксе должна будет там детям помогать как типа паровозов как будто бы я знаю в паровозах я могу в интернете добавить паровозов я что-то слышал конечно про этого паровозова но я не сильно как бы в курсах и не сильно в кайфах про него не интересно мне в общем идея понял что короче бабка должна быть клевая добрая вот рисуешь значит бабу его например набросал да даже прорисую дальше сделаю более скажем там больше прорисую скетч и уже от нее потом с ней чтобы ты или делаешь несколько набросков этой бабки ищешь который тебе но у меня уже так сложили чтобы байга последнее время камни так попался подбилась по работе там по журналам там еще по одному делу по одному проекту я как бы уже для себя такой ну усредненный скажем не хочу искать третий образ бабы и я просто беру вот этот который у меня уже знаю я где какого размер у него будет рот верхний как это где чё куда и загнуть подогнуть вот как у нее будет рот вот все это знаю уже как бы отработано уже понравилось я-то такую и иначе рисую так вот потом ты берешь и рисуешь ее отрабатываешь ее скажем так в разных этих самых в разных эмоциях там например там смеется испугалась вид сзади в две трети вот и рисуешь и суешь постепенно убираются лишние вещи находишь ее форму как у нее стоит башка что башка 1 у нее вот так вот да там уменьшаешь увеличиваешь потому что сразу рука рука рисует скажем бабка была строителя вот у нее на башке хоть этот самый строительный строительная каска это я себе потом значит да я подумал что для эмоции неплохо чтобы у нее вот эти вот уши шевелились скажем там от лотка и получалось как у зайца на этом вверх-вниз они тоже играют как бы и получается что тоже меняется эмоция прислушивалась там да себе потом поясняю чё 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 ну и закачиваю прям чуть-чёте штуки будут двигаться для чего они двигаются вот конечно заказ конечно писали бриф не очень профессиональный потому что первое было написано что вот здесь скобках выделено для дизайнеров до блинках у это дизайнеров или художников-художников костякта пишите дизайнер ушей я думаю что реально про дизайнеров зачем дизайнерам часть текста там бабка видите тоже опять потерялась это самое бывает и вот этих трех-четырех штрихах легких раз и характер один почему я последнее время перестал выслать скетч карандашный потому что я знаю что карандашный скетч ну по всяком случае в той прорисовки рисую его я он по такой знаете ну почти получается две четверти или нет две пятых или даже треть рисунка вот в той пропорции как я прорисовываю скетч например да я отправляю заказчику я знаю что он понравится потому что на самом деле живой карандашный рисунок карандашный рисунок вот такой набросочный всеми этими грязными штрихами второстепенными он практически живой и хотя людям нужно часто бывает там в цвете контур все такое да они не осознают что скажем не умеет чать им кажется что они в этих линиях они могут додумывать дальше свое лет шум не глаза куда пополз поползли куда-то в бог уже сказано что тоже еще что было причиной почему долго не писал потому что есть многие проекта где нужно сконцентрироваться и во время них разговаривать невозможно то есть начинаешь говорить почему у меня есть видео в основном где я уже как бы набросок сделано я дальше уже только контуром работаю и скажем это самое или раскрашиваю именно под этой причине видите когда ставим только одни точки глаз совсем вообще другое выражение баба яги да когда глаза с белками то есть с этим самое другое получается но такая подобрение кажется будет башка у нее получается вот сюда в этом варианте мне больше понравилось больше такая баба вот и потом ты рисуешь на этом рисунке ты можешь допустить кучу всяких подробностей когда рисуешь одного персонажа ты раскрашиваешь даешь ему все всякие там всякие там значит подробности всякие значит вот тут как было одевали всякие да все этот а попробовать каждый раз например в комиксе рисовать вот такую бабку или мультимеда ты задумаешься или что ли более тебе нужно упрощенная все это чтобы это все было ощущение такое же она была упрощена поэтому пока ты рисуешь не ленишься и прорабатываешь персонажа находишь его до тратишь на него время у тебя и вырабатывается его скажем так похожесть плюс конечно же есть например такие комиксисты как федеричи это дядька который рисует акрилом и рисует просто федеричи и рисует просто потрясающие сейчас еще раз найдут это смотрю тут надо да да есть такая тема люблю я за политику так это иллюстратор с иллюстратор с мой профиль посты рикардо федеричи вот рикардо федеричи рикардо федеричи а тут только ссылочка что люди между было может был рисунок и видео переносили этот рисунок и только по ссылке давай ладно пройдем по ссылке найдем какой нибудь особо выразительный вот прикиньте такие комиксы рисовать в таких вот комиксах вот таких комиксах акрилом в таком уровне проработанности извините вон смотрите с карандаша пейнч 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 дыдыш мать моя согласитесь впечатляет хоть я не сидел по французском уже знаю где у них нажимать на предыдущие так это он рисует есть хороший яркий пример а ну вот например посмотрите один тоже пи вот там другой ну вот ну ну тоже видите хотя это один тоже довольно таки видите как сейчас он как бы отличается все таки да но в целом похож и опять таки вот получается вот этот вот этот и вот он же да но почти другие лица да то есть мы приходим к выводу опять таки себя что мы можем только ох конечно да вот вот это он же вот он же в другом виде получается да вот этот страшный демон вот он вот он то есть а это прикиньте на протяжении своей книги шарашки да и все то есть должно быть разработано лицо отработано где-то персонаж которых выходу должен быть найден но тем не менее нас это убеждает то что и у такого уровня рисовальщиков есть погрешности право влево то есть все равно но поэтому люди и упрощают очень часто например в мультфильмах например там берут персонажи вот такого его проще всегда потом повторять вот намного намного легче я кстати не знаю показывал не показывал вот такой есть нюанс момент интересный вот был спор однажды про есть художники которые мы с которыми используют до кровавых соплей про то что типа там талант есть или нет некоторые говорят что нет я это уже говорила видео но сейчас повторюсь ровно в 315 и следующего смотрите ровно в 315 мультфильм нарисованный мигунов карандаш какой да это здесь я уже не знаю уже часто столько видео я не помер сказал не рассказывал этот мультфильм рисовали вместе дёшкин и мигунов дёшкин был аниматор гениальная анимация посмотрите вот просто секунду еще что такое анимация в этим просил попку отставил видите ручка идет какое движение посмотрите раз плечами подработал рука развернулась почесал лоб то есть вот эти вот эту анимацию разработали мигунов и дёшкин это наша авторская советская анимация которая потом не повторяется например вот возьмем вот такой вот учета это самое что тут такое у нас чертенок с пушистиком пожалуйста смотрите видите простейшие линейные движения абсолютно не та анимация которая здесь у дёшкина что все двигаются по кривым таким линиям рука разворачивается там папка отставляется такое получается совершенно иная картина но я о чем хочу сказать что здесь рисовали здесь были дёшкин и мигунов и по персонажам мы видим что здесь писала же просто шикардосная вот а если ну предельно милые и кажется вот если говорить так художественным звенят то есть вот здесь уже не прерисуешь не дорисуешь вот как вот dance как печать шикарно отработана они сделаны и теперь дальше получается такая картина мигунова вычищают нет то я его видел мигунова вычищаются из мультфильма и дёшкин выпускает следующую серию уже без мигунова с другими рисовальщиками но те же персонажи и мы видим какой здесь карандаш смотрите и какой карандаш у мигунова то есть вот казалось бы союз мультфильм абы кого не берут все художники все профессионалы все научены но посмотрите обещал один как нарисован абы как карандаш нарисован абы как могу да и как нарисованы и прорисованы эти персонажи в эти все пластичные анатомичные красивые перфекционистки нарисованы это художник мигунов то есть я к чему опять кладу вот мы видим явно наличие вот то есть проявление наличия таланта у человека вот уровень его умение рисования то есть это не значит потому что вот в этом фильме рисовали вчерашние дети здесь есть и заканчивали там эти училища там их отбирали принимали ну вот как рисуют они это еще та самая советская анимация те самые люди которые работали в то же самое время когда работал мигунов но тут проектом руководит мигунов а вот здесь уже дёшкин анимация даже шикарно что дальше делает дёшкин он просто-напросто дальше переходит на свой стиль и рисует мир шайбу шайбу и здесь мы уже видим что он берет и упрощает персонажей делает их видите какие головы лица их уже проще повторять он добился от них эмоций все одна и та же эмоция внимание одинаково совершенно только разного цвет волосы даже по прическе практически почти на почти нахожу чуть добавлю ну то есть это сделать для простоты тут только отработала пластика и хотел там длинные ручки короткие тела все да и плохие плохие шипы стоп тихо то есть художник он секунд где-то здесь подскакивала художники карабаев купрач трескова кабатова бент художники целую художник постановщик соболев и дёшкин вот мультипликаторы дёшкин вот художник постановщики дёшкин это вот его придуманные вот эти носики кругленькие круглые лица и вот мигунов извините извините ребята это вообще друг вот другой ур даже вот можно смотреть бахрому на занавесе она нарисована охеренно но охеренно не просто а бы как вот это листва вся посмотрите как нарисован пенек листва два три штриха но а ну да охрененно и ты смотришь на это и просто восторгаешься что он просто так вот я к чему говорю что опять-таки для чего люди тогда и это самое все упрощали и делают они выход для анимации когда вот можно например когда в иллюстрации аниматор то можно понять что вот этот художник например там мигунов что этот художник работал в анимации мигунов например мы сейчас откроем вот меня мигунов одни из первых его книг сейчас я вам покажу как родитель отличается то что он рисовал самого начала начала рыбачьего патруля наверно вот это да нет это уже не то это уже как бы это уже мигунов мигунов где-то у меня есть его одна из первых может веселых картинках что такое хорошо что это ёшка песенка радости это уже охренные вещи это диафильмы домовой это просто бомба вот домовой например да мигунов разрабатывает персонажа здесь уже сочетание его иллюстраторских качеств и анимационных он как 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 аниматор минимизирует персонажа то есть убирает лишние подробности но как иллюстратор уже добавляет в ровной совершенно доли необходимое то что должно быть для оживления и для какой-то вкусности какие-то маленькие подробности но все весь его это призна же может даже анимировать в нем нет ничего лишнего это не иллюстраторские чисто это уже здесь я работал в анимации ведь какая пластика пластика просто потрясающая у всего как это все ведь их все работает все движется вот он такого придумал так поработал с ним но суть в чем здесь мы видим что человек работал для анимации и он сразу смотрел рис он уже рисует так чтобы это дело можно было анимировать двигаться чтобы он ничего никуда не улетала не терялась не только теоретик это где же веселые картинки можно здесь это у меня было где-то здесь по моему были одни из его первых я последовал показать что как у него сначала был не впечатляющий довольно ну как сказать ну на уровне последнего мигунова ну вот например вот не очень это не тот одно из того из ранних вещей это уже все класс а вот например уголок дурова посмотрите вот персонажи чисто иллюстраторский ты видимо куда халтург он выполнял скорее всего еще когда учился возможно подрисовывал видите это чисто иллюстраторский вариант как подробно прорисовано 6 свиней у кошки все это очень многое сделано его тебе смысл эти свинья коза лиса петух собака кошка какая такой это иллюстраторский вариант и вот мигунов например ветер ищи ветра в поле ищи ветра в поле твою веру мотал где она там а вот ищи ветра в поле и вот смотрите вот он рисует уже вот человек чувствуешь уже они вот он уже их сбил до кругляшков людей он уже упростил все и вот уже кошка три штриха и вот это полностью вот и 6 есть но тоже полностью анимационно то есть ну 10 и вот петух вот так как бы как бы игрушечные это не живые как бы игрушечные здесь потому что как будто бы кукольный театр но видите как они их будут сделаны все тоже его перед сценой работа подними там руки но смотрите какая ручка уютная вот минимум раз и рука уже приклеена на месте она уже сбита и закомпонована скажем так здесь пальчики все это вот здесь уже чувствуется что человек много много-много-много-много-много-много-много-много-много-много рисовал и все это уже пришло вот убраны лишние всякие вот эти вот движи штрихи и лишние скажем так движение вот вот то есть все лишнее убрано и как бы отсечено и уже рисунок получается как вот вылитый из мрамора фактически это то есть получается для там все таки для того чтобы у вас получался похожий очень сильно похожий персонаж во первых вы должны обладать определенным все таки уровнем способности потому что как то же самое к рисованию портретов до быстрых там скетчей набросочных карикатур вот так то есть рисование одного и того же персонажа похожим что это рисование портрета фактически по факту я записываю записывать рисование портрета а скажем и но если вас скажем это пока развивается пока слабовато сейчас она как бы так как собака заинтересована лучше вот так вот так она будет стремительнее бежать это мы не стоим как будто вид сзади то есть по любому для того чтобы у вас что-то получилось если вы хотите вот максимально профессионально красиво все похоже нужно рисовать 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 и все равно это упрется но в какой-то вот уровень вашего личного во первых вашего личного скилла подготовки да но и уровне таланта потому что уровень таланта и способности рисования лично я всегда признаю и говорю что его никто не отменял хотя есть люди которые трудолюбия дачу трудолюбия трудолюбия ну что вы хотите искать есть люди которые я не знаю вот опять-таки спортивный приду спортзале мешки рвут там ногами машут на суки спали ну шикарно у него трудолюбия он физически подготовлен прекрасно там растяжка великолепная сам сильный техничный каждый прием вот я беру бина бакатоновки веду сам ставлю его как пример голос 82 лёшина сюда там становится на лапы и показывает удары комбинации он сюда идет прекрасно из шести боев он выиграл 2 на остальных он тупо пропуска ну почему чего-то не хватает нет каких-то способностей нет каких-то талантов это все равно способны на заветес по талантам там там и считала слишком громко словно развитие способностью но оно должно быть оно должно быть это все дело нас убегает бояться переживать не стоит или уже тогда находите такой образ персонажа чтобы вам было легче повторить тоже такой хитрость такая при прием такой как-то алистатор сру девушка одна опубликовала статью спрашивали брали интервью там по поводу уверенности неуверенности в себе такая значит я думаю такими вещами люди грузятся да там художник уверены неуверен и себе как это так я вот этого не понимаю совершенно уверен ты там тебе не уверен себе ты по и ты по своей работе сам по себе чувствуешь уверен ты что ты нарисуешь или не уверен но там например как бы его тоже психолог этот говорит а вот выйти потом нагарить я тебя по характеру не всегда могу обещать что я стопроцентно типа вы выполнили что ну посмотрим ну ну если все будет нормально если все получится постараемся аналит это оценивайте вот и быть вы же понимаете что если вы так говорите то вы это не чтобы не уверена сто процентов это проявление вашей неуверенности слушай ну а если но откуда мы знаем что ставим будет через час через два через три возьмут свет выключат там и не знаю срочно потребуется помощь родственникам куда-то уже поехать и ты реально не можешь гарантировать можешь это сделать такому сроку или нет ты берешься это делать но ты всегда говоришь там послушайте но если вот камни с неба не упадут там вот буду стараться успеть такому дате да возьму на себя ты всегда берешь с запасом время ты может быть нарисуешь быстрее но и люди понимающие которых таки уже так сказать не не задвинуты всеми вот этими дуристикой как будто они что все знают они что-то не очень нравится здесь нам даже вроде как поприкольнее вообще-то вроде добрая да ладно прорисовываем дальше ищите находите какие-то персонажи подробности что-то где-то сокращаете для того чтобы например вам вот это дело попасть и выходите вы просто берете и делайте себе mood board ноутборд я уже говорил это значит домовой вот борта значит собрать доску со всякие доска вдохновения буквально говорить но я вот например мне когда нужно стать в рамке какие-то которые я себе там хочу по настроению чтоб я получал вот так я тупо беру своего любимого мастера какого-то до того же самого мигунова если у меня настроение рисовать вот как-то вот такой вот стилистике в таком в такой манере вот беру и тупо рядом вешаю его рисунки его раньше дел так вот это вот не позволялась photoshop не позволял бежать картинку рядом чтоб она не она не исчезала я чуть делал я покупал книги между многих книги куплены накуплены и больше уже как-то дать желание идти пропадаете что некоторые вещи отслеживаю мир то вот лулу я ее покупаю по федрико пьета лулу или комиксы какие-то хорошие известные но известность мы семье ну это старик что-то что-то появляется да я иду покупаясь и вижу в магазине сейчас захожу и вижу такая обычно сейчас же не покупают просто иллюстрации даже коллег не интересно даже клама его бывает нет раньше покупал что-то такие ему купить сейчас уже нет почему много собрано на диске многое своего вот и я уже просто просто не сбивает чужой этот не помогает на просто сбивает а раньше помогал я чудил обкладывался книгами прямо так брал ложил на стол рядом раскрывал вульфа там какие-то еще художников ложил она просто должно было рядом лежать и просто создавать настроение и ты рисовал и ты все равно рисовал где-то примерно вот таких вот скажем рамках вот в том же но не стиля а вот в каких-то вот направлении в таком нас бы настроение это обязательно надо это должно быть рядом с вами всегда если вы рисуете например разрабатываете образ я сейчас повторю наружи говорил опять-таки уже пошла тема когда все повторяться потому что когда уже сказал а а потом думаешь по-моему я уже это говорил но опять-таки видео смотрят разные люди а ковряться и вспоминать все видео тоже как бы вот тогда бать я спрашиваю я расскажите как вы начинали работе иллюстраторами думают я же же рассказывал ну думаю да блин а какого видео у меня посылал мне поставить человека где это рассказывал и там рассказывал вроде там подробнее там поменьше там побольше то есть и думаешь да не лучше наверно еще раз пересказать с каким-то новыми подробностями так и тут вот то есть вы берете и рисуйте и пока вот это говорил забыл блин с какого места начинал откуда растекся мыслями по древу ладно что я хотел сказать давайте я расскажу еще раз наверно как я начинал свой творческий путь художника очень просто рисовал я всю жизнь рисовал с малых лет как мы и горяскому все помню да это действительно так и проявляется ты рисуешь и у тебя получается если ты рисуешь лошадку у тебя получается лошадка она бывает она она кривая она неправильно но ты стремишься чтобы это было и вот чтобы она была похожа и вот по тому стремлению насколько ты хочешь чтобы твоя лошадка например там была живая на рисунке была максимально похожая на настоящую вот оттуда такого направления рисунок и там человек там да какой-то там богатырь персонаж какой-то сказочный или там волных девушек я рисовал черти по моему что-то лет на раз десяти мне нравились всегда эстетически женщины и что женщина самое красивое что есть на свете вообще потому что могу наслаждаться смотреть на это бесконечно разумеется пока еще жив здоров и ну и так все равно женщина это самое что может быть красивого все остальное уже начинается потом так и вот например там я очень любил животных там лошадей волков оленей мне одно время вот я там бэмби косулия помимо подарить книжку про косулю и семью волков они росли сначала встретились там волчата маленькими а это значит по моему называлась то ли за то ли золотые рожки то ли золотое копыто как-то так назывался или серебряное копыто как-то заваста книжка где-то потерялся замечательный был иллюстратор там такие волки были шикарно там кончается книга тем что все происходит в лесу в там целая история у него появляются и косулята и он находится там любимую урожают косулят эти волки подрастают остаются семьей стаи и вот как-то они случайно все таки настигают и ну встречаются они начнут охоту и выходят на этого значит этого косулю уже самца он спасает свою семью тем что уводит волков за собой вот отвлекает их от своей семьи а в это время начинается извержение вулкана вот там рядом это где-то находится по-моему в венгрии это место или в сербии в общем в Карпатах где-то вот там вулкан там есть там было ли есть какая-то легенда полуистория не суть они значит он убегает от них и добегать до самого обрыва и тут значит начинается движение вулкана их всех накрывает пеплом и они всяко не окаменели он окаменел и они вот это вот завершение всей истории что стоят из вояния значит вечно убегающие от них козелы и вот волки красивая такая история вот ну вот бабка у вас получилась вот ее разработочка примеры уменьшаем прозрачность делаем слой сверху берем какую-нибудь свою любимую кисть для контура у меня сейчас вот эта кисть любимая хотя на самом деле их у меня много разных под разное настроение и понеслась душа в рай да если вы заметили я рисую на фотошопе 2019 года фотошоп сиси 2019 если чё зачем я это сделал во первых я люблю всякие я сказал всякие обновления сейчас данный момент вот я некоторой версии фотошопа пересидел не стал устанавливать там например я когда оставил менялась чувствительность давлению слишком рисовала кисточка мягко не устраивала меня это не предыдущая версия как-то вот это не повторится с 6 это такое в тех местах сиси и более менее меня устраивает не устраивает меня то что над видимость между дровами вакуума связано что сразу только ставишь фотошоп он тебя при наживании на на альт сразу меняет цвет берет а поработав нужно сильнее ткнуть пипеткой чтобы он взял цвет и бывает так что я не что кашу на автомате работу от нажимаю беру кисточку то есть я беру альт ответ не меняется и если это заливка это одно дело это после контр-зак а если это уже сделал два три штриха по-быстрому то что происходит так вот почти необдуманно почти неосязаемо то есть ты держите на автомате сможешь джин джин сделал три четыре штриха а другим цветом спокойный человек который рисует медленно ведет линию он спокойно там удалить да а я начинаю там нерва там тын-тын-тын контр-зак там или закрашивать тоже просто другой цвет не первое что я делаю беру опять правильный цвет и закрашиваю эти вещи допилить нарисовываю зарисованы прочь вот не все художники обладают выдержанностью и спокойствием выбирать цвет уже здесь как в пинтере получается практически но у меня свои сводчи конечно набор своих сводчей которые я сам сделал но тем не менее пользовался вот этим хотя я так же по я запрограммировал на нажатии одной клавиши а это пол началось с цс началось как я сделал вот в префив в кейборд шорткат взял значит туз да и сюда мотаем вниз находим foreground color picker и его просто запрограммировал на одну клавишу клавиша а и теперь когда рисую а нажимают уже выскакивает color picker прям под рукой раз он вот он но тем не менее для тех кто этого не делал это можно было делать уже с cs версия вот это запрограммировать я считаю что вот это вот там было колесо уже было выбирать а но мне казалось неудобным вот что увеличил уменьшил так вот и вот уже в 2019 они добавили то самое пейнтерское знаменитое колесо цветовое ну то есть говори не хочу хоть такой вариант хоть такой вариант как говорится видите на белом выбрала поменяла ну вот значит и за это я уже считаю одно наличие от этого color will колеса что не нужно ставить себе никакого там color там ничего такого никаких плагинов не надо присобачивать а оно уже все есть я вот этот момент и оценил плюс я например вот здесь вот когда toolbar я поубирала из этого вот левой верхней панельки инструментов не верхней а длинные панельки инструментов поубирал все ненужное вот сюда про запас оно находится вот здесь вот под этой вот кнопочкой вот оно то что мне было не нужно все это я сюда вот поубирал через toolbar и просто переносите а то что он уже сюда перенес в эту сторону теперь оно у меня все на виду а это здесь как я заливаю был еще вопрос там говорят некоторые это чем я взял надо вот этих вот инструментов я ими нифига не пользуюсь я отберусь я пользуюсь обычными стандартными инструментами для рисования мне этого вот вполне хватает кстати между прочим а как я заливаю сейчас бы заотвечу вот беру лассо гибкое обвел и я запрограммировал на на планшете вот кнопки и вот вот раз два три четыре кнопки до колеса нижнюю кнопку я у себя взял ну какую вам удобно я запрограммировал под заливку правый альт и бэкспейс то есть альт бэкспейс а у меня русский работает при выбранном английской раскладке бенч заливаешь бенч заливаешь бенч заливаешь то есть контроль альт я просто это повесил на кнопку планшета и вот так поэтому у меня так лихо получается это все дело заливать быстро вот да так вот что про традиционные инструменты рисования дело в том что у меня же еще комп мой проработал семь лет то есть у меня получается компу было семь лет а я его покупал одновременно с планшетом начните синтику тоже семь лет так вот проработал я значит семь лет и материнка сдохла все через семь лет она у меня померла жила 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 потом был перепад электричества и хотя у меня был этот самый хотя у меня есть вернее бесперебойничек хорошо он работает но тем не менее что-то оно мне долго сохранялось сохранялось и я ее взял уже пересперебойник стал пищать уже часто кричать типа там выключаю выключаю сейчас у меня кончится электричество я ее вырубил насильно нажав на большую кнопку а потом когда дали электричество бесперебойник уже комп короче черный кран включается один раз пикает черный кран вызвал мастера мастер сказал что слушайте но тут сделают тут протекает тут сделают тут протекает короче он ее там шарашил шарашил а меня уже до этого предупреждали что у вас типа материнка уже скоро ухуей типа готовьтесь я был уже морально готов и поэтому я осталась выбирать новую мать мне нужна была мать у меня хороший блок питания диски почти все новые уже поменены хорошая видюха доброводная вот есть корпус есть DVD роут и короче получается мне нужен камень мать и память вот и позиции мне было нужно и кулер на естественно на проц и вот тут то есть самые основные дорогие вещи которые в компе есть они мне были нужны вот и что значит это самое что что из этого выходит и началась обычная история с покупкой нового компа какая а какой поставить проц а какую поставить мать и дуночь магазин начинаю говорить этому самому подавцу я художник рисую там книжки я рисую фотошопе и в иллюстраторе ну мне вот я рисовал я работал компу 7 лет если бы он сейчас был жив я бы его вообще даже не менял бы по факту так там стоял ай 3 старый какой то пятого поколения не знаю поколение ну 7 лет назад такое было поколение у ай 3 в тот момент это был современный ай 3 но это был все равно ай 3 уже были ай 5 вот ну было много ну 8 гигов тогда это было достаточно памяти сейчас у меня стоит 16 гигов я поставил опять таки тоже с экономической составляющей но с возможностью докачать до шестидесяти сколько там шестьдесят четырех конечно буду увеличивать до 32 это вот сейчас просто подработаю сделаю заказы деньги придут и докуплю память и поставлю память больше системы у меня стоит на ssd вот на более-менее своп фотошоповский тоже брошен на ssd но и вот мастер который приходил давайте я вам типа соберу конфигурацию это будет стоить не так уж типа там дорого и соберу вам комп ну в смысле там ну давай конечно он говорит вот так и так и так и так приношу обратно в магазин продавец говорит а вы чё будете его разгонять но это типа выбран процессор для разгона вам для разгона не нужен ну как бы толковые слова действительно я не буду я не только рисовать разгонять ничего не буду то есть следовательно другая мать там он говорит вот такая вот мать есть подает процессор типа опять таки и третье но восьмого поколения а модель матери msi ай а мастер говорил ни в коем случае не бейте msi вот мы сталкиваемся но есть там уже ремонтировать эту мать то это все просто под замену бывает накрывается ну это не говорит что asus или а срок более скажем там идеальный но тем не менее вот у меня срок проработала семь лет но он сразу это новая уже не будет она буду в до 3 проработать проживет готовьтесь то что 4 8 но базар опять таки не об этом о том что а стоит ли эти вложения там скажем да вот то есть меня не устраивает там msi но я могу слушай но мне вот давай рассуждать смотри я рисую и тут я вспоминаю что у фотошопа да добавились какие-то там панорамы какие-то там групповые обработки снимков есть 3d есть видео обработки я даже одно время пользовался этим видео ролики которые записывал в подзале как бы обрабатывал в фотошопе это было долго нудно но обрабатывал вот ты когда не знаешь как быстро тебе кажется что так и должно быть не суть вот так и так а раздел рисование фотошопе ними фактически тут он тот самый креатор кистей какой был такой и есть единственно заменили слово здесь трансфер а было по моему драйв я не помню как это звучало но чем это вот вот это слово поменялось трансфер отвечающий за то что она была гибкая и как-то по-другому называлась в предыдущих версиях старых а все остальное принцип то же самое добавились кисти с этим окошечком сбоку звезда там в 3d просмотре но я то во первых я сразу с нашим стандартной кисти ставлю свой набор который уже много времени юзаю дополняю там доделываю и практически не пользуюсь кистями которые сделал сам фотошоп то есть по факту получается что есть фотошоп у меня с этими кистями работал на старом компе я вот сам все подожди а что ты будешь делать с новым компом да ни хрена не будешь делать ты будешь делать то же самое а работал у тебя нормально то есть получается не нужен мне там какой-то и 5 восьмого поколения седьмой потом полез в истории в исходнике так вот нас баба яга да выключить сейчас мы отрежем скетчевую сторону нижнюю его для чего чтобы нижние скетчи не убирать я их оставлю для заказчика покажу в как работал значит над персонажем и он будет счастлив и доволен и будет произвести впечатление охеренно профессиональной работы а вот это оставляю но тут после обвода скетч для себя ну потом бывает день показываешь работу интересно людям поэтому я оставляю ну вот теперь работаю с контуром теперь мне нужно контур просто немножко по замыкать по краям потому что когда ты если помните рисовать крыса воина я закрашивал набирал эту форму снизу лосом потом искали слушай ну зачем ты это самое сначала что-то вяхнул ответ а потом подумал а и правда о хрена есть писан есть работа и персонажи когда на это лучше потратить вот по замыкая какие-то дырдочки в абрисе персонажа чем вот это долго потом недолго но это будет быстрее чем вести лосок да ну так вот я понял что мне совершенно не нужны все новые фишки фотошопа они мне не нужны мне вполне то есть вот видите восьмое поколение ну типа это самое подешевше получается и вуаля я взял i3 восьмого поколения взял памяти 16 гигов мать под восьмое поколение процессора и все и опять то же самое все работаю кулер только чаще меняйте ну как только заглудит но опять просто меняйте этот кулер и у вас не будет звука работающего трактора вот который меня бесил на старом компе ну как бы когда работаешь ты слушаешь музыку смотришь видео тебе не обращаешь внимание а когда все спят семья ты стоишь в пять утра ну бывает такое спишь и проснулся вот да три раза я копирую сейчас скажу для чего вот так вот включаешь в полу тимоте ночью когда весь город спит собака спит жена спит дочка спит и он как сука как жмель какой-то вот но сейчас вот слава богу тихо так что я теперь дальше делаю а стоп и дождя в чему сейчас это спорно про вот этот контур и вот эту всю заливку я видел стрим у этого у петровича есть такой комиксист очень хороший комиксист шикарные руки великолепный художник рисует комиксы и часто ведет образовательные стримы ну как образовательные смысле видите опять таки пальцы клавиатура новая тоже упал себе старое сдохло попадают пальцы не эти клавиши надо и вот такая фигня вот это был такие значит там стримы где показывают рисовать то как это набирает группы для обучения ну комиксист обучает рисовать тоже по своим комиксным значит всем принципам там как раскрашивать как учить как-то у него обзыватель своей дюбей что ли как-то так вот у него не но петрович сам себя называет парень петрович понимал моложе меня конечно а так вот чему я и я такой зашел к нему на стрим а он сидит вот так короче да вот контур да например и он под контуром кругленькой кисточкой там например да и вот так вот закрашивает я говорю а нафига можно же лосом залить ну согласитесь даже вот если брать вот так вот опять русский что такое а пустой слой вот так вот закрасить намного быстрее проще чего так кисточкой душевне а вот смотрите что получается вот я сделал персонажа теперь беру волшебную палочку выделяю слой который где у меня бац снаружи потом контракт физе selection то есть уменьшаю на два пикселя чтобы он не сверху был а чуть-чуть зашел на два пикселя туда под контур и цвет не торчало из-под контура и все и просто беру и вместе с контуром жмаха каким-нибудь цветом вот у меня болванка сразу одним разом вот все перекладу сверху а вот видите белый тот который первый раз контурочек кинул в белом цвете вот он сволочь ага ну вот раз делаю его color burn делаю масочку alt и посередине стрелочкой щелкаю а следующие делаю мультипли мультиплай и тоже почему опять таки повторяю чтобы меньше пороть себе голову как мне выбирать с прозрачностью потому что иногда мне не нравится когда контур слишком жареный сверху лежит или слишком какой-то там не знаю ну как мне кажется слишком он как-то вот налипший сверху то есть вот нет такого ощущения как вот было раньше нарисовал покрасил краской акварелью или карандашом а потом сверху тушью черной делаешь контур и она сразу получается вот ну рисованная и так же сканируешь оно все как вот родное то в фотошопе иногда бывает что вот вы даже возможно взять марвеловские комиксы там есть ощущение что цвет а черный контур сверху лежит как вы знаете как наложенный не знаю как сказать трафарет сверху такой тинь приляпанный поверх цвета есть такое ощущение но это личностное это людей не трогать но я же рисую опять их во первых мои личные ощущения во время рисования они они же и порождают мое там вдохновение мое желание что-то еще поэтому не нужны с вас такие максимально комфортно для себя и понеслась душа в рай и вот я закрашиваю персонажа где скажите пожалуйста на милость у меня какие-то я могу разбить по слоям там и тапочки отдельно и платье это просто я сейчас не запарилась но мне нафиг не нужно я делаю скажем вот просто у меня плашка серая а уже цвет покраски я беру одним слоем сверху я бывает делаю шесть восемь девять десять в зависимости от того что я хочу раскрашивать или там подправлять или где мне нужно что-то проскочить вот чтобы не дергать другой слой для просто то есть я использую слои для упрощения своего же процесса работы не в угоду заказчику а себе проще просто оставляю потом по слоям потому что многие заказчики просят типа отдайте в слоях да на сколько там слоев я сделаю два-три но слоях же слоя все хавай вот в слоях тебе а тому кто просит там вот все 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 каждую заплату в слоях я говорю знаете на самом деле по большому счету еще раз опять скажу зависит от уровня вашего насколько вы авторитетен для заказчика и уровня скажем так вот еще новости 2019 то что чтобы сделать определять обратный откат на несколько шагов ты просто уже называешь control z как в иллюстраторе не control alt z как было раньше а просто control z и ты откатываешься на столько настолько шагов сколько ты сам себе там запрограммировал настройках планшета этого самого фотошопа вот так вот есть заказчики которые типа там требуют нам нужно все это помочь чтобы поторговаться можно сказать хорошо окей я сделаю все но это вот будет стоить там денег ну то есть это все равно но всегда момент для разговора для увеличения вероятности получения больше денег или более лояльного отношения каким-то моментом в своей работе как-то вот так вот то есть это все моменты нельзя упускать просто так их нужно использовать нужно использовать и говорить там слушайте ну вы такое требуйте это так сложно вот давайте за счет этого не докапывать с моим там этим самым то есть ты в одном моменте промолчал а потом когда тебе начинаете потом а вот там исправьте то есть алло подожди а я вот тут тут для вас сделать так так ну так чего у меня в мозге колупаете то есть все вот эти моменты надо использовать уметь и постоянно это должно быть все это ну конечно же от вашего зависит умение общаться умение настаивать на своем разговаривать и как ни крути да 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 работа с клиентом вот такая она и есть и она и все зависит опять таки возвращаемся психологическим тем вот вещам про которые говорю да вы должны как бы вот тут уметь общаться с человеком не получится есть или тогда должен быть какой-то менеджер у вас которая общается за вас но тогда будьте готовы что не всегда этот человек выбьет все в ваших интересах где-то придется вам все равно скрипит зубами и молчать хотя все мы скрипим зубами в том или ином случае я по поверьте вот вот нет заказчиков идеальных вот нет и все есть какие-то ну максимально хорошие люди максимально ну даже они бывают выбешивают художника потому что у нас сейчас отношение к художнику да наверное к любому человеку артисту любому артисту потребительская вот вернемся к тому же самому мигунову например вот как отношусь я ну я имею ввиду что я его почитатель можно рассказать что фанат и я воспринимаю вот например книжка сорванцы мигунов перфекционист он все делал идеально ну идеально минималистично быстро нарисовал да но тень положено так как нужно нарисован весь прилавок в том виде как он был на советском союзе вот в той вот вкусовые ощущения всего остаются те же самые так солнце может сейчас секунду вот но косяк здесь евгений тихо не дорисовал висок обратите внимание здесь висок есть слева а правый висок это просто человек не заметил это получилось при полном при полной перфектности перфекционизм вот этого рисунка он идеален но тут забыл закрасить это есть такие косяки чисто человеческие которые есть у всех всегда но ты на это смотришь просто как это самое сейчас ребята на секунду на паузу поставлю что-то мне жена прямо аж пишет 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 что-то там такое запись пошла запись пошла да идет запись хорошо сейчас болтаю нифига себе я вас гружу вот этими часовыми разговорами вы уж поймите что у меня нет такого что где-то вот начало сценарий тут конец вот там типа это самое все продумано все живет спонтанно но насколько я знаю многие используют это просто как вот фон для рабочего стола короче жена тренируется посылает мне а потом прослушивать чтобы коллегам не отправить это ее записи она там что-то голосовые сообщения коллегам по работе записывает оттачивает на меня потерпи ну как всегда вот опять таки вот нюансы я тут записываю и тут начинается какие-то потерпи вот эти вот левые совершенно непонятные так дальше морду морду я тоже могу на отдельном слое как бы красить да так вот о чем мы говорили не всегда это самое и вот мы так вот и работаем по слоям получается у нас что мы с этими следами идеальными не идеальными да есть клиенты просто лапочки и шикарные шикарно сные люди но я воспринимаю его рисунок да как вот данность вот художник мастер мой так сказать ну всю жизнь обожаемый художник нарисовал нарисовал вот так все я вот это воспринимаю как вот 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 сделан вот так здесь даже ошибся то это не мое собачье дело она во первых не портит картинки во вторых это ну воспринимается как такой я знаю этого художника это воспринимается как ну скажем вот такой нюанс там но наши современные заказчики как говорят например что-то пустовато давайте что-нибудь здесь добавим или например а чего у него здесь волосы растрепаны или а вот тут не хватает полоски а вот тут дорисуйте вот тут волосы не докрашены а вот здесь а вот собачку поставьте или вот там а что там вот там вот плитка давайте там еще чем дорисуем ну вот я всегда говорю я художник я нарисовал вот законченная композиция законченный рисунок все нет блин если у человека хоть немного способности к рисованию ну я же автор я же тоже творец да ты творец ну ты твори вот в своем в тексте в сценарии там что ты мне там посылаешь пишешь я не знаю рассказывал не рассказывал еще раз повторюсь а значит я же главный художник и основ основной художник журнала фантазеры детского журнала фантазера это я его иллюстрирую я его рисую так вот приходит мне сказка вот опять пришли плавно к обсиранию писателей и поэтов приходит мне сказка называется значит блин что там сказка в общем про спортивное трико ну короче суть такая лежат лежат значит в раздевалке у циркового артиста красивые наряды а рядом нас значит висит пропотевшая трико на котором до сих пор блестят капельки пота таки пишется капельки пота мне уже противно уже бревать охота но это вот детская сказка и типа все ой фу грязно там ту 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 как мы сюда попали там один мудрый фраг там или что-то еще сказал ребята мол типа вот из-за вот этого пропотевшего тренировочного трико мы все и существует завтра будет вечером будет выступление и типа там вот артист типа тренировался ну я во первых говорю я занимаюсь например в рашгарде у меня это тоже самое трико тренировочное он на нем никогда не бывает капелек пота оно бывает пропотевшее рисунок темнеет оно к концу тренировки оно начинает вонять там все это понятно ну если ты плохо постирал но никогда на трико не бывают сука капельки пота никогда я такой думаю что за мразь это написала что за тварь конченая кидаюсь по фамилии у меня псих начинает колотить и я кидаюсь значит по фамилии искать искать человека выясняется что-то там член союза писателей такой-то области там нашей россии там города одного там заслуженный там заслуженный перезаслуженный ни хера себе думаю вот это да или же другой вариант опять-таки повторюсь не помню говорил не говорил значит комикс пишет тоже заслуженный художник так заслуженный значит юморист писатель и прочее 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 пишет значит вова и коля собираются на день рождения к насте и вова говорит что же мы ей подарим подснежники говорит коля а коля по сюжету это такой ученый мальчик ученый ну такой знайка в круглых очках естественно я нарисовал как гарри поттера вот и он естественно про канала все это всем понравилось а вова такой толстый значит там троечника троечника двоечник но не друзья а что такое подснежники не знаю говорит коля пойдем в лес типа их ищут в лесу и найдем то есть ну коля который до этого в книгах объяснял детям устройство клюва у дятла насколько там в разрезе я рисовал там как там это демпферная прослойка под клювом чтобы мозги не встряхивала там какой язык то есть ну с интернета конечно скачивал там потом рисовал детям комикс и это все коля им объяснял коля который объяснял континенты объяснял кто где живет это в прошлых комиксах коля который там решал задачи там сложные в прошлых комиксах в этом комиксе говорит не знаю что такое подснежники но их ищут в лесу наверно их откапывать давай возьмем лопату сука они берут лопату ну и тут вова говорит хорошо но на всякий случай я возьму еще один подарок для насти и берет внимание борода на дробь сука бочку варенья мёда бочку мёда берет в подарок девочки на 8 марта мальчик мальчик берет бочку мёда в подарок девочки на 8 марта они идут в лес откапывают берлогу там находят медведя и рассуждают то есть есть еще по сюжету есть еще момент когда они рассуждают подснежник ли это то есть медведь мало того что медведь их может сразу храму херачить но нет они еще разговаривают типа кто это типа наверное это подснежник давай его заберем забирают и несут его к Насте а медведь по дороге съедает их не мед в общем я короче накануне я с редактором что-то там рамсил по каким-то там опросам и думаю ну не буду я короче а нет сначала я такой типа ну да я порамсил накануне с редактором по поводу вопросу что там такое редактор к мне относится как бы так с любовью и нежностью он такой ну ко мне очень терпеливо ко всем моим вот этим психам вот но я думаю ну не будешь я и сегодня мозги выносить и такой пишу слушай тут что-то какой-то бред давай короче сделаем так значит там я не понял какой сюжет придумал что они идут там в лес там что-то как-то это самое там значит и так получается и мне приходит ответ да нет Илья ты не понял это гипербола преувеличение это просто гипербола подожди подожди ну при любой гиперболе вот я как подросток ну я никогда в жизни не подумал бы что мальчик может брать на день рождения девочки бочку меда зачем во-первых как он ее будет тащить во-первых с какого хрена ей будет мед там он что медведь он что этот самый винни пух с горшочком меда идет к девочке ну ну или ну первое что любой ребенок подумал ну цветы подарить там как-то вот так но нет типа вот это гипербола то есть это я к чему заставить переписать текст автора текста это блин практически невозможно это почти такое знаете какое-то действие ну то есть если это предлагает сделать художник то это воспринимается как святотатство то есть там наверное редактор может быть и заставлял его что-нибудь там переписывать но только не тогда когда это говорит художник когда же художник что-то художника просить о чем-то это просто не грех это как бы полагается художник должен менять должен дорисовать и должен там любому накапризу потрафлять и тебе говорят ну я же автор текста но ты автор текста я же автор картинки я же продумал вот ракурс и сюжет кто где стоит кто как двигается я уже тоже продумал и на ком я сделал акцент в данной иллюстрации Но если вот этот пятый персонаж, который, может быть, краем упоминается в тексте, сюда не влазит, то вполне по условностям допускается, чтобы его здесь не было. А как будто бы он за кадром. Ну, пожалуйста, ну, нарисуй его. Как будто он идет от какой-то со стороны. Ну, как он здесь пойдет, если по ракусу не совпадает? Ну, пускай вот как-то тут сверху свисает. Ну, короче, вот такая хрень. То есть, это даже от замечательных, я к чему пример сейчас сказал, это даже от суперзамечательных заказчиков, которых ты нежно любишь и уважаешь, все равно приходят вот такие просьбы, такие эти самые. А я же сказал, что у меня был кореш, ну, прям вот кореш реально, который там, Ирюха, нужно нарисовать там объявление, помоги. Давай. Я рисую, значит, план, схему проезда к фирме. А вот этот знак переставь на другую сторону дороги. Зачем? Ну, я так хочу. Блин, или рисую, просят меня по дружбе нарисовать майку для нашего спортзала. Ну, у нас спортзал, и там он находится, мы арендуем место, он находится в большом фитнес-центре. И, может, так сказать, ну, у этого, значит, спортзала есть свой директор. Именно не у всего фитнес-центра, а у того спортзала, где мы, значит, файт-зона, мы там. И вот это, значит, директор, вот, хочет сделать майки для... Этого, значит, значит, зальчика. Ну, Ирюха, нарисуй, пожалуйста. Ну, хорошо, давай. Рисую, да-да-да-да-да, все хорошо. Ну, тут я сам вижу, что нужно, типа, подработать, там, что подделать мне сам, может, что-то не нравится. Потом, значит, приходим к общему консенсусу, я рисую, рисую, значит, еще вариант, как бы, ну, уже окончательный. И тут он друг, значит, берет, смотрит и такой, не, ну, так мне не нравится. А это все, прошу заметить, бесплатно. Так мне не нравится. Я такой беру, говорю, вот, дорогой, вот все исходники, вот картинка, вот шрифты. Ты пойдешь в издательство, ну, там, в типографию, где там тебя будут печатать, там, на производство, где ты договорился. С дизайнером садишься и компилируйте свои логотипы. Вот рисунок уже готов, рисунок ты принял, он тебе понравился, все. До свидания, умники. Ну, во-первых, я по его лицу понял, что он впервые сталкивается с такой реакцией, потому что его это страшно испугало. Он такой, да не надо, не, не, ты что, ты что, все. Я говорю, ты употребляй правильное выражение, что значит не нравится. Художник не терпит слов не нравится. Если не нравится, значит, все, нарисовал говно. Я так это воспринимаю. А не это самое. Ты как-то подбирай ко мне слова. А то видели, тебе не нравится. Ну, не нравится все, я рисую бесплатно, раз не нравится, все, до свидоса. Ищи другого художника, раз тебе не нравится. Ну, короче, разобрались-то, это самое. В итоге, если раньше у меня не было, у нас не было в нашей группе доступа ко всяким там лапам, падам, гантелям в этом зале, это все было только для тех, кто платит за индивидуальные тренировки. Теперь у меня есть доступ ко всему вследствие всех вот этих вот дел, руганий, этих самых возмущений. Все, у меня все теперь везде. То есть, везде сиропа имел свой профит от всех этих дел. То есть, хоть и бесплатно рисовал, зато получил какие-то, значит, дополнительные кайфы, например, там по тренировкам. Ну, то есть, потому что всегда художник должен что-то получить за свою работу, за свой рисунок, за свое рисование. Потому что, например, в армии тебя подкармливают за это, деды тебя не бьют. Ты, может быть, рисуешь по ночам. Но за тебя, там, например, если это в училище, там, замначфака идет за тебя, замначальника факультета по учебной части идет за тебя просить там на экзаменах, чтобы тебе поставили не два, а три, например. То есть, всегда, когда ты рисуешь и что-то можешь сделать. Я, например, помню тогда по автоматике, по ракетной автоматике, значит, у нас был курс, и там должен был быть зачет. Мы должны были писать контрольную работу, которая должна была потом, оценка этой контрольной работы, шла в диплом. То есть, не экзамен, но вот такая вот хрень была. А, ну, короче, я там вообще не шарил, ну, не парил, ну, не понимал я это, ну, потому что еще давно, до поступления в училище, ушел мой обожаемый классный руководитель, математик. Пришли бестолыщи, которых я уже не мог слушать. Вот реально такое бывает, что одного человека это слышишь и понимаешь с одного слова. Он просто говорит тебе, объясняет, и ты понимаешь. А другой говорит, и ты вот как бла-бла-бла, что-то в воздухе. А он начал слышать, ну, сейчас математика сложная. Вот. А я сидел, у меня кореш был лучший, мы вместе сидели. Он был, он как бы, у меня все было хорошо, он отличник им не давал списывать. Ну, и все. Считайте, пропал Илюша математик. Все, я уже нифига не это самое, я поступал уже без математики. И поступал чисто вот, знаете, на как вот там, прием-прием, при нем. Вот так и поступал, клянусь, списывал с досок там, подслушивал, что-то там, шпоры проносил. И поступил, прошел. И потом, когда учился, вот эта высшая математика, все, и вот так вот, чисто на таких вот, на пацанских вещах. Там списал, там подсмотрел, там подглядел. Ни хрена не помню. Но это же не все, высшую математику я сдал, скажем там, да. Все, вздохнул, высший математик не будет. Начались всякие другие вещи, где опять логарифмы, интегралы и вся вот эта херовбора. Ой, блин. Ну, короче, я скажу честно, хотя у меня от военно-морского училища остались лучшие, нежнейшие воспоминания. Как о прекрасном времени моей жизни, моей молодости. Одном из лучших. Да, лучше, чтобы у меня вот так в молодости было. Ну, если исключить, так сказать, уже потом молодую жизнь в семье. Вот это, это у меня была самая шикарная. Это вот курсантские годы. Но учеба, ребята, я с нее выживал. Я просто выживал. Вот выживал, выживал, выживал. Так вот. И вот это, значит, у меня ракетные дела. А там что-то нужно писать. Пацаны ошибаются тоже. Там отличники идут пересдавать на пересдачу. Короче, вот такая вся хрень. И ты не знаешь, блин, что делать, как быть. Вот. И вдруг он меня вызывает к себе, преподаватель говорит, слушай, тут день рождения преподавателя. Вот говорит, смотри, вот там тот-то, тот-то. А я сижу такой, как бы там, неглядности, потом не определяйся вот у него. А ты его кореш лучше. Ведь я хочу на него нарисовать, типа, ряд карикатур. Там вот такая-такая тема, такая-такая. Шаржев. Шаржевая карикатура там вот в баньку. Он любит ходить там. Он бегает там. То есть, я хочу на дне рождения поздравить. Я вот это самое. Говорит, нарисуй, а? Ума хватило сказать. Да, давайте, хорошо нарисую. Я рисую. Я посидел, посмотрел там на него, запомнил лицо. Там, порисовал там, значит, шаржик. Я говорю, ну все, хорошо. Давайте, я пошел работать, значит. Нарисовал ему эти карикатуры, принес. Он был такой довольно грубоватый дядька. Скажет, так сказать, неотесанный довольно-таки. Так вот, ну, есть такой среди офицеров тоже. Но не суть. Ему очень понравились эти карикатурки. И он такой, где твоя эта самая тетрадка, давай. А я тетрадку, короче, я у кого-то в наглую списал вариант. Вот тупо списал. Не знаю, что. То есть, надеясь на чудо с неба, что кто-то, что он не обратит внимание, что не тот вариант. Надеюсь. А он просто не глядя, ставит пять. И ставит пять в диплом, получается. То есть, вот за этот рисунок, у меня по автоматике ракет пять. Ну, кайф, кайф. Здорово, здорово. Вот так вот. То есть, я к чему клоню. Опять-таки, художник всегда должен получать за свое рисование какие-то кайфы. Не ноты без банкноты. Вот такого я мнения. Поэтому я считаю, что в художнике жизнь, мы в художнике идем не для того, чтобы мешки ворочать. Не самое тяжелое. Некоторые говорят, вот спрашивают тут родственники, девочка хочет рисовать, учиться в художественной школе, хочет поступать на художника. Я отговорил, не надо этого делать. Лучше пускай идет, получит какую-то профессию другую. Слушайте, ребят, ну я скажу так. Вот я, например, учился в военно-морском училище. Все, кайф. Я хотел быть военным, хотел быть офицером. И армия, как институт, меня устраивала полностью. Своим порядком, своей организованностью, духом, так сказать. Наличием вот этого отношения к тематикой своей. Вот все меня это устраивало. И даже лихостью, беззалаберностью, безшабашностью. И даже глупостью своей. Меня это все устраивало. Я об этом не жалею ни секунды. Но, как только я начал служить, у меня служба не в ту степь пошла. Не в ту степь. Не тот я взял вектор. Ну, как сказать, знаете, как бывает. Человек пришелся, скажем там, да. И пошел, 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 пошел. Одно, другое, третье. Служба пошла меняться, гарнизоны куда-то там перемещаются. По службе идет, жена там едет за ним, никаких проблем. А я спокойно в одном гарнизоне. Но у меня выходило так, что, чтобы получить следующее, ну, скажем так, до капитана ты получаешь звание автоматически. Они приходят, тебе, главное, не нужно бухать. И не нужно быть полным дебилом, а нужно быть просто нормальным человеком. И тебе, ты с капитаном получишь спокойно. Без проблем. А вот уже майором не было, это было сложности. А уже выше, это просто нереально было. Я просто прикинул, что если получать звание выше, то я должен или тащить семью в какой-нибудь там Капустин Яр. Или куда-то в Мангог, в Дальний Восток. Это вообще переезд за свой счет. Ну, всякая такая вот херобора невозможная и невероятная. Что я подумал, да не, ребята, наверное, все-таки нет. Не поеду я. Не буду я такого делать. Вот. Или нужно было, там, например, можно было перейти, поменять профессию. Кстати, например, там, пойти, например, уходил на пенсию комендант гарнизона. Можно было, например, стать комендантом гарнизона. Но был маленький нюанс. Надо было несколько лет до этого бухать с комендантом гарнизона. Но бухать, причем до такой степени, что чувак, который стал комендантом гарнизона, ну, он просто был алкаш. Ну, просто был алкаш. А так получилось, что вот предыдущий алкашом не был, но, так сказать, пил не слабее, но был, так сказать, не спился, ничего. А вот этот спился, дебил, которому он передал. Но почему он передал? Потому что они вместе бухали, вместе были друзья. Да, это вот суровая правда вот такая есть. Иногда, чтобы получить должность, нужно или быть там в прислугах у старшего начальства, там как-то потрафлять, уважать. Но когда я прикинул кайфы от того, что я там это буду делать, например, там, ну, например, как понятно, что ты же хочешь, чтобы твоя семья, так сказать, жила лучше. То есть ты какой-то стараешься для жены, для детей, для их будущего, все. Ну, когда это стоит вопрос такой, ну, буквальный, или раком стоять, да, бегать там, прислушивать. А ради чего? Я понимаю, если я там один раз жопу подставил, а потом всю жизнь миллиардер. Ну, не знаю, я как бы, вот вопрос, вопрос, что, слава богу, судьбами такой выбор не подсунуло. Но когда я прикинул, кем я буду, если я вот тут буду бухать в гаражах с начальником, или там тому начальнику буду носить паек, приносить, там, с сумками в магазин бегать, возить его жену на машине, там, в общем, угождать по-всячески, да. Я прикинул, какие у меня будут кайфы, но я просто получу очередное воинское звание. Ребята, идите в жопу, этого не будет. Не, мне вот это неинтересно. И, как бы, я, это самое, с этим моментом служба дальше вот не зашла. И получается, что та же самая хрень может быть в любой профессии, ребятки. Ты можешь стать крановщиком, водителем бульдозера. Ну, например, тебе дают поломанный бульдозер. Поставят невыгодное, на невыгодный котлован. Там, ты можешь быть врачом, но ты не попадешь в частную клинику, а будешь работать в какой-нибудь хреновой клинике, где на тебе, там, не знаю, там, алкаши, постоянно будет тебя бить, и что-то еще там, это самое, главврач будет скачать права, а все по жизни не будет получаться. То есть, а можно, чтобы все было офигенски, да. Так, наверное, вот этого уровня заказчику вполне хватит. Теперь смотрите, вот у нас получился вариант, где у нас почти в стопроцентной прозрачности, колор-берном лежит контур, да. Теперь, ну, помню, что у нас такой темно-серого цвета. Мы можем его замкнуть, и попытаться сделать черным. Колор-берн. Черный, сразу видно, что он черный, да. Мы его убираем чуть, не, лучше. Старый вариант. А вот сверху мультиплайер. А мультиплайер у нас черный, и мы чуть так себе по вкусу добавляем или убавляем яркости. Получается такое смешение цвета верхнего с нижним. Вы просто не напрягаясь, ни один слой, а вот как бы двоем. Получается, ну, вот мне так нравится. Он получается более такой нарисованный. Что еще бы я добавил? Я бы добавил, единственное, бабки для жвляжа, на ее платок, горошку. Нравится мне горошек. Вот сарафанчики в горошек нравится у женщин. Нравится. И вот у нас бабка-яга. И вот у нас получается, что разработанная, вот у нас разработанный персонаж, с разработанными эмоциями. И в таком вот виде мы его можем отправлять заказчику для утверждения. Опять-таки, вернемся к разговору. Я не считаю. Я отрисовал бесплатно. Я не считаю. То есть, если заказчик, а говорится, что за это можно денег дать. Взять. Я потом беру это вот так вот делаю. Группирую. Он другая. Делаю дубликат для себя. Оставляю в группе. Оставляю вот так. А дубликат сливаю. Чтобы было одним, одной картинкой. Удобнее потом трансформировать, что-нибудь там маскировать, перекидывать. Вот. Это поиск в печати, которая слитая. Вот единая бабка. А на всякий случай, для всяких там правок, поправок, я оставил группу. Ну, на всякий черный случай. Вот. Так вот. Что бесплатно-то? Иногда у вас заказчика говорится, что это все оплачивается. Окей. Хорошо оплачивается. Но. А. Для большей этой самой, мы сейчас с вами, знаете, что сделаем? Вот здесь добавим этого. Мы сейчас сделаем вообще красиво, профессионально. Сейчас вам покажу, как красиво, профессионально оформляются такие вещи. Да. Так вот. Но. Еще раз повторяю. Художник, когда он работает по уму, у него, особенно у детского художника, производство безотходное. Все равно это бабка, потом где-то пригодится. Ну, уж так получается, ребят, что пригодится. Ну, и не сейчас, может быть, года через два. Не спорю. Но, тем не менее. Так, да? Так, стоп. Зет. Бабаньку сюда. Это мы дело растрируем. Растрируем. Тут берем. А, еще кие добавились. Добавились, ну, значит, такая вещь, как не заплатка называется, а, короче, ну, следующая хрень, круглый, квадратный, как он называется, фрейм. Кадр. Вы просто берете где-то, вот, например, вот я сейчас эту бабку, сейчас лица ее копирую. Ctrl-C, да? Взял этот фрейм и, например, вот здесь вот вставил на бабки этот фрейм, да? А теперь Ctrl-V. И вот, вы видите, он кадром врезается туда. Она там сразу замаскирована получается. Не знаю, насколько это нужное, ненужное, полезное. Немножко с текстом изменилась работа. Почему-то сразу вот этот Лорин Ипсум выскакивает с такого-то хера. Вот. Но, тем не менее, теперь, чтобы его выделить, не нужно по нему щелкать инструментом текст, а можно просто стрелочка черной дважды щелкнуть, и текст становится активным, и можно его редактировать. В некотором смысле это удобно, потому что раньше я когда текстом читал, щекнешь текстом, а он образовывает новый текст. И ты удаляешь это пустое место, и ты снова выделяешь, ну, инструментом текст, выделяешь текст. это русский баба-яга, баба-яга, вот, например, вот, сняли, да, теперь, видите, он снова активный, и сразу превращается в текст, это, это, причем, просто стрелочкой, а тут он текстом, и тут мы сейчас выберем, о, баба-яга, а еще нюанс, при трансформе, при увеличении, не нужно держать для ровности shift, конечно, мне это не очень понравилось, потому что раньше я, например, была более гибкая работаешь, когда ты, например, зажимаешь просто alt и тягаешь за углы transform, сейчас нужно shift, зажимать shift, чтобы, ну, объясню, смотрите, беру персонажа, да, выделяю transform, тянув вбок, он пропорционально увеличивается, тянув вверх, он пропорционально увеличится, то есть теперь, чтобы растянуть вбок вверх, я должен зажимать alt, не, не alt, control, кого я должен, а, вот еще херь, понимаете, какая, то есть shift я зажимаю и с зажатым shift, тогда я ее могу трансформировать вверх-вниз, вот, а чтобы уже трансформировать свободно, я должен control зажимать, чтобы я мог вот это вот так вот двигать, там, ну, естественно, там, сетка, все это, все это есть, но, вот, сейчас, чтобы просто ее, не нужно держать shift, чтобы и пропорционально уменьшать, и увеличивать, а просто трансформ, и тягаешь за углы, не знаю, может кому-то это удобнее, может они так считали, что удобнее, теперь бабу-ягу я эту, ого, а я ее оказывается, это самое, рисовал без сохранения, просто вот так вот, вот это я молодец, нет, конечно же, мне надо было, для начала все-таки, куда-то сохранить сразу рисунок, так делать нельзя, хотя, начиная с CC, в 2018, Creative Cloud, через, я выставил себе 15 минут, через 15 минут, он делает бэкап, сохраняется, если у вас вдруг, нечаянно рухает что-то, свет, там что-то на компе произошло, завис, и вам пришлось его вырубить, он сохраняет, предыдущую, то, что сохранилось, вы можете это выставить, через 5 минут, он может делать бэкап, как вам угодно, сейчас я покажу, где, баба, и я, ага, сохранить, окей, вот здесь вот, preference, history log, по-моему, нет, вру, tools, в tools я сразу вставлю, ага, здесь, workspace, interface, где это, freehand, а, вот, freehand, вот здесь вот, вот, автомат, автоматикал, save recovery, information, я поставлю себе, пять минут, что помню, через каждые пять минут, автоматически, делал, бэкап, очень удобная функция, макро-воды, все говорят, что это у них, все же, было, но мы скажем, что и у нас сейчас появилась такая херня, так, теперь я делаю, что я делаю скриншот, потому что у меня есть яндекс диск, и там есть функция скриншот, и поэтому я сразу сохраню скрин, скриншотах яндекс диска, и вся любовь, и потом из скриншота кину, закачиваем, сохраняется в пнг, вот он скриншотах, пожалуйста, все, дальше буду рисовать комикс, вот, всего доброго, всем привет,